Камни недели Потому что мы находим и выкупаем на добыче камни под заказ Некоторые еще не проданы Некоторые с плохой огранкой, неровной, со сколами Это потому что мой огранчик Население приносит камни Мой огранчик часто их снимает до того, как переогранить Потому что мы переогранку делаем, когда уже продали камень Поэтому если где-то грани не сходятся Или есть какой-то мелкий скольчик, это все поправимо Или скорее всего уже поправлено И камень уже в хорошем состоянии у своего заказчика Значит здесь я показываю меньше 1% от тех камней Которые проходят через наши руки Делаю просто выборку, примеры Как оно вообще бывает Если вы хотите заказать что-то похожее Больше, лучше, но другое Пишите пожалуйста в WhatsApp Посмотрите В WhatsApp под видео Также камень все пронумерованы Описание, вес и стоимость тоже под видео У кого не открывается по какой-то причине описание Пишите в WhatsApp Я вам посмотрю по номеру Посмотрю стоимость, вес, продан, не продан Все напишу Номер 1 Незаслуженно Как-то вот у нас Обойденный вниманием Не только у нас вообще В мировой ювелирной промышленности В искусстве ювелирном Незаслуженно обойденный вниманием Камень называется Сфен Или он же титанит Ну почему титанит Понятно что В нем содержится титан Очень красивый камень Он практически всегда полихромный И интересный такой момент Что по способности отражать лучи света И играть на них То есть это я называю Блескучесть На моем сленге Он превышает бриллиант Это единственный такой камень Который блестит Играет больше и лучше чем бриллиант Это прямо по научным данным По статистике Ну и вот такой яркий С интересным цветом С интересной полихромностью Он весит 15 карат Крупный при этом Встречается крайне редко Поэтому обратите внимание Номер два Очень приятный полихромный сапфир Он вроде маленький Но при этом очень яркий И у него оттенки И очень интересный переход цветов Мне например напоминает Стиль Ван Гога Можно назвать его даже В честь какой-то из картин Если есть поклонники Срочно покупайте Или поклонницы Этого художника Потому что вот Такое интересное сочетание Встречается очень редко Он небольшой Но при этом очень хорошая форма У него 4 карата Поэтому он подойдет И для мужского кольца И для женского украшения Я считаю просто идеально То есть прям форма очень хорошая Номер три Вы очень много заказываете Подпараджа И шпинель подпараджа И сапфиры подпараджа Сапфиры стоят очень дорого Сапфир подпараджа Настоящий Если он не облученный Какими-то штуками химическими Он стоит от 20 тысяч долларов За карат То есть это один из самых дорогих И очень быстро растущих в цене камней Поэтому многие перешли на турмалин То есть напоминаю Подпараджа очень редкий цвет Это сочетание То есть это по сути не цвет, а сочетание цветов Это когда в одном камне присутствуют Оттенки розового и оранжевого Вот собственно очень яркий пример Турмалин Цвет подпараджа Очень хорошего цвета Насколько я знаю На данный момент он у нас не продан Смотрите цену в описании Пишите Но вообще все что в видео я показываю Если вдруг оно не продано Оно обычно за 15 минут примерно расходится Поэтому реагировать придется быстро Если не успели не переживайте Найдем еще Турмалинов такого цвета Ну не то что прям много Но в месяц 1-2 я могу подыскать Номер 4 Очень-очень крутой полихромный турмалин Видите да Он такой зелено-желтый Причем такие цвета и оттенки Очень ядреные и насыщенные Я считаю что редко такое встречается Причем интересно что В данный момент появляется мода Мужские перстни с камнем в форме сердечка Стали делать И у меня есть интересные дизайны Поэтому Теперь это у нас форма огранки унисекс То есть можно сделать Мужской Можно женский Да Пишите вот такой С такими оттенками Один И найду я его не скоро В данный момент он пока еще не продан Номер 5 Вы часто просите Выкладывать не только камни Которые стоят как небоскреб Да Но и что-то попроще Вот обычная синенькая Приятная шпинель Такая синеголубая скажем Такие есть В наличии присутствуют Можно найти побольше Поменьше Вот как бы яркий представитель На мой взгляд Они не хуже чем сапфиры Да Но стоят значительно дешевле И Чем шпинель хороша Напоминаю Ее никогда не греют Не подвергают каким-то диффузиям Заливкам Заливки стеклом И все остальное В смысле что вообще Это присутствует Но вот через мои руки Например Шпинель с какой-то обработкой Не проходит Я такую не беру Не покупаю Сапфиры греты у меня бывают Вот собственно шпинель У меня всегда только не греты Вот ее прямо вот такого цвета достали Из земли И огранили Это конечно Для многих плюс Шесть Полихромный сапфир С очень такими Нежными оттеночками Да А многие такое любят И даже мне часто пишут Что я хочу Именно полихромность Чтобы была не очень ярко выраженная Чтобы она была сдержанная Вот собственно Это ваш вариант То есть это как раз тот самый камень Который не очень бросается в глаза Но при этом его можно Часами сидеть рассматривать В разное время суток При разном освещении Он будет давать разные оттенки Вот этой игры цветов Ну собственно Это очень залипательно всегда Номер семь Мы продолжаем потихонечку Выкупать Добывать И продавать Зеленый гранат Или африканский изумруд Или он же цаварит Камень крайне-крайне редкий Я говорил Что его находят в тысячу раз реже Чем находят изумруды Поэтому он является инвестиционным Плюс вот на мой взгляд Он ярче и интереснее По цвету чем изумруд Цавариты с огромной скоростью Идут в цене Тем более такие крупные Этот камень 9 карат Считается по меркам цаваритов огромной Для цаварита 2 карата Уже считается крупный камень И он встречается редко 9 карат Это прям совсем большая редкость Тем более такого цвета Здесь видно включение Включение в цаваритах есть Их всегда много И это как бы не делает Не обесценивает его Да совершенно Обесценивает цаварит Если трещина на весь камень Если трещины нет В данном случае нет Все в порядке Все нормально То есть включение в цаваритах Это нормально И принято Такое есть Номер 8 Сумеречная шпинель Тоже небольшой камешек По очень доступной цене Специально такие Сегодня включил Много довольно Да В список Чтобы вы понимали Чтобы вы видели Не только какие-то Супер редкие Мега дорогие камни Но и самые обычные Понимали сколько они стоят Такой цвет найти можно Можно найти потемнее Посветлее От такого Цвета полированной стали До темной грозы И почти черной Бывают Это такой цвет Средний Переходящий Не самый темный Не самый светлый Пишите Этот камень еще не продан Его сейчас быстро купят На момент выхода видео Но я смогу найти еще У меня прям запас Штучек 5-6 Всегда есть Номер 9 Очень хорошая Очень яркая Кобальтовая шпинель Вот этот синий цвет Неоновый Да Дает кобальт И Форма огранки Здесь подходящая Кстати Вот Этот камень Предыдущий И следующий И еще будет Несколько таких Выглядит на видео Как будто бы Огранен криво Я много раз Вот Смотришь глазами Камень ровный Снимаешь На видео он кривой Я думаю Блин Может у меня что-то с глазами Беру микрометр Все перемериваю Полностью измеряю Да Все нормально Но вот почему-то Именно эта форма огранки На видео дает эффект Какой-то кривизны Которой на самом деле нет Я много раз уже Об этом говорил Но чтобы в каждом видео Не говорить Что камень ровный С ним все в порядке Вот Как бы объясняю Следующий камень Тоже будет Такой форма огранки И он тоже Выглядит немножко Кое-где кривоватым Хотя на самом деле Он идеально ровный Это классическая Сумеречная Или грозовая Шпинель Почти 10 карат Но здесь Не все так стандартно Этот камень Из Бирмы Берманские рубины Берманская Шпинель Это уже такой Мировой бренд Как Мерседес Или BMW То есть это всегда Знак качества И многие коллекционеры Или просто богатые люди Которые покупают Чтобы носить Просто камень Да Они просят меня найти Именно бирманский камень Ну вот Как-то создался Сложился такой бренд Дело в том Что Бирманские копии Магог Называется В особенности Там много Месторождений Но вот Магог Они были знамениты Еще до нашей эры И Очень многие Правящие династии Владели камнями Из Бирмы Именно Или Бурма Или Мьянма У нее Очень много Названивает страны Поэтому считается Что бирманский камень Это модно Дорого И престижно Вот Собственно Вам Один из них Номер 11 Вы очень часто Просите найти Турмалины С интересными Сочетаниями Цветов И с интересными Переходами Это кстати Довольно сложно Сделать В основном Они бледненькие Там Бледно-бледно Розовенькие Переходят В бледно-бледно Желтенькие Да Ярких Очень мало Стоят они Дешево И найти их Довольно сложно Вот Пожалуйста Нашел один Мне кажется Что он еще не продан Напишите в WhatsApp Я не уверен Но если он не продан То он сейчас быстро будет Уже продан Я могу найти Что-то подобное Под заказ Но Сочетание цветов Всегда будет разным То есть Двух одинаковых По сути Найти практически невозможно Очень хороший камень Очень яркие цвета Почти 20 карат То есть Прям Для любого вида Изделий Кольцо Подвеска Он идеален Пишите в WhatsApp Номер 12 Показываю Чтобы вы знали Что такое бывает Это уже Плоды Мои Поездки На добычу Шпинель Мохенги В Танзании Уникальный камень Цвет Называется Джедай Это вот Как раз Я рассказывал Уже не один раз Да Что Вот такого цвета Мечи лазерные В фильме Звездные войны И есть На сленговое Такое название Не все лаборатории Пишут Джедай Кто-то напишет Что-нибудь Типа Насыщенный Красно-оранжево-розовый Я говорю Что оценка цветов В каждой лаборатории Своя Но уже есть лаборатории Которые этот цвет Включили в свою цветовую шкалу И могут дать Прям по сертификату В скобочках Написать Что цвет называется Джеди Джедай 27 карат Посмотрите Там на площадке Такая полосочка Это не трещина Не скол Это включение Золотистого рутила Это такой минерал Ну вот если вам интересно Этот камень Стоит примерно Плюс-минус Там Пару десятков Тысяч долларов Он стоит примерно Полмиллиона долларов В данный момент Мы его продаем Ведем переговоры Просто чтобы вы знали Что такое бывает Да То есть не только Бальянты и рубины Стоят дорого Шпинель Может стоить Также дорого И очень дорого Насколько я знаю В данный момент Это самая крупная Шпинель Такого цвета В мире В мире То есть вот смотрите Смотрите Гордитесь тем Что вы это видели Я много очень искал Спрашивал В данный момент На руках Где-то вот Крупнее Вот такого цвета Шпинеля Вообще не присутствует Не зафиксировано Не зарегистрировано Номер 13 Вот сразу показываю Вам несколько гранатов Это с того самого Месторождения Где Масай Зуби вам лупили Прям пожили Я рассказывал Про судьбу Это в месторождении Записывал отдельное видео Ко мне доходят Уже Ограненные Ужасно Просто ужасно Ограненные Вот здесь тоже Такие есть Мы их Делаем Переогранку Совершенно разных Цветов Оттенков Конечно Там уникальное Сочетание Цвета Включений Размера Очень крутые Гранаты И Я скупаю Все что До меня доходит Вообще В принципе Вот в оружии Да В Танзании Там сейчас Мой партнер остался У меня там офис Хорошего Большого размера Хорошей чистоты Хорошего качества Редко очень попадаются Я скупаю Все У меня сейчас В заказах Наверное Около 20-30 таких Камней Очередь стоит То есть Люди заплатили деньги И ждут Когда придут Хорошие Мы находим Месяц Примерно 5-6 штучек То есть Сами понимаете Что если вам Такой нужен То придется ждать И многие Готовы К этому Поэтому Пишите Ватсап Если вам Нужны такие Интересные Гранаты Они все Обязательно Содержат Включение Для этого Вида Камней Это норма В принципе Включение Их ни в коем случае Не портят Даже делают Более интересными Номер 14 Уникальный Полихромный Сафир Родом Он из Мадагаскара Вот таких Интересных Ярких И крупных Бывает Совсем Совсем Немного Они бывают Но Исчезающие Мало Добывать их Перестали Лет 5-6 Назад У населения На руках Кое-что Есть Сейчас На Мадагаскаре Не самые лучшие Времена Там Экологическое Бедствие Поэтому Это естественно Сказывается На экономике Поэтому Время от времени Ко мне Обращаются люди Которые хотят Продать Какие-то Семейные Ценности Реликвии То что Они откладывали На черный день На тяжелые Времена И всякое Такое Поэтому Видите Тут еще Такой момент Что Покупая Такие камни Мы помогаем Каким-то людям В их Сложной Сейчас Ситуации Это Несомненно Инвестиции Конечно же Они идут Вверх С огромной Скоростью Так как Их больше Не добывают И месторождений Подобных Сафиров Неизвестно То есть Не обнаружено Если обнаружат Что произойдет Ничего Не произойдет Они также Будут идти По цене Вверх Если найдут 30, 40, 50 Месторождений Подобного Качества И цвета Ну тогда Рост цены Замедлится Или остановится Но Как бы Это Предположить Невозможно Вообще Номер 15 Напоминаю Что мы Продолжаем Вести Очень активный Поиск Черных Звездочных Сафиров С золотистым Рутилом Со включениями Которые Когда-то Очень давно Добывали В провинции Чанта-Бури В Таиланде И давным-давно Уже не добывают И месторождений В мире Таких больше Нету Вот У меня Всегда Есть 5-6 Штучек На руках На них Тоже стоит Очень Показываю Вам Пока Просто Два Уникальных Экземпляра Здесь 12 лучей Обычно Их 6 Здесь Их 12 Очень Очень Много Поверий У разных Народов Что если У Сафира 12 лучей Он приносит Удачу Богатство Деньги И власть Вот Я собственно Себе приобрел Один из таких Сейчас Делаю кольцо Через месяц Где-то Оно будет Готово Покажу Вам Буду проверять Все эти Поверия На себе Если у меня Станет Очень много Деньги Удачи И власти Я вам Обязательно Об этом Сообщу Очень Красивые Уникальные Камни Это несомненно Инвестиции Их Их 6 лучевых Крайне мало Хорошего Качества 12 лучей Совсем Большая Редкость Там есть Включение Это нормально Для такой Редкости То есть Допустимо Вполне И это Их Никак Не портит И цену Конечно же Не снижает Ни в коем Случае Номер 16 Снова У нас Грозовали Сумечная Шпинель И снова Она Из Бирмы 10 Карат Цена Относительно Высокая Но Это Несомненно Всегда Безошибочные Инвестиции То есть Можно Поносить Перепродать Просто Положить В сейф Пусть Полежит Потом Перепродать Бирманская Шпинель Такого Качества Размера Большая Редкость И Я уже Говорю Что Это По сути Бренд Прям Такой С мировым Именем Что Многие Коллекционеры Богатые Покупатели Хотят Носить Именно Бирму У меня Даже Были Истории Что Девушка Жена Богатого Человека Купила Шпинель Не Бирманскую Говорит Слушай Ну А если Подругам Скажу Что Это Бирма Установить Вот Поэтому При дальнейшей Перепродаже Это Конечно Будет Важно Номер 17 Мне Кажется Что Этот Камень Ни разу У нас С вами Не Появлялся В наших Видео Красивый Камень Дело В том Что Их Немало Можно Увидеть На рынке Но Во-первых Очень Много Залитых Стеклом Крашеных Гретых Там Перегретых Всяких Во-вторых Они Правила Не Очень Красивого Цвета Или Оливин Раньше Упутались С изумрудом Очень Часто И много Особенно В средние Века И До Нашей Эры Там Сразу В начале Нашей Эры Греки Римляне Цвет Ему Дает Никель Железо И Хром Один Из Наиболее Ранее Рано Упоминаемых Камней В мире За историю Планеты Земля И нашей Цивилизации Вообще Упоминание Об этом Камне У нас Есть В четвертом Тысячелетии До Нашей Эры Его Любили И Носили Шумеры И Древние Египтяне Также Вавилонских Писаниях Он Упоминается И он Упоминается Где В Библии Правильно Причем Не один Раз С греческого Название Переводится Как Золотой Камень Интересный Такой Момент Самое Древнее Месторождение Этого Камня Там Его Начали Добывать Древние Египтяне Вот Как раз Они 4000 лет До Нашей Эры Его И Начали Добывать Да Это Остров Зебергет Зебергет Я Обязательно Туда Сгоняю В Красном Море Он Находится Вот Это Месторождение Активно До Сих Пор Там До Сих Пор Добывают Камни И Этот Камень Именно Оттуда Этот Передот Именно С Этого Острова Вот То 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 С Этого Древности Цари Короли Правители Диктаторы И все Все остальные Камни Вот Такого Цвета Размера И Чистоты Добывают Передот Крайне Редко Прям Очень Редко Но Я Видел Вот Таких Красивых Всего Может Быть За Десять Лет Два Вот Вместе С Этим Да Поэтому Обратите Внимание Тут У нас Просто Очень Хорошая Чистая Крупная Красивая Кобальтовая Шпинель Напоминаю Что Эта Форма Огранки Всегда На видео Дает Кривизну И На самом деле Камень Конечно Идеально Ровный Вот В нем Высокое Содержание Кобальта Поэтому Цвет Очень Яркий И Форма Огранки Позволяет Сделать Из него Как Мужское Украшение Так и Женское И Если Вы спросите Инвестиции Или Это Инвестиции То Именно Кобальтовая Синя Шпинель Очень Быстро Растет В цене Она В несколько раз Поднялась Последние Несколько лет Я Даже Где-то Читал Статейку Что По Прошлому Году Это Наиболее Привлекательный Для инвестиций Камень Был В этом Году Пока Еще Не Знаем Оценки По Скорости Роста Я Думаю Где-то К лету Ближе Станет Понятно Кто Быстрее У нас В этом Году Идет Вперед И Вверх Очень Прекрасный И Ничем Не хуже На мой Взгляд Чем Рубины Только Стоят В 1000 Раз Дешевле А так Они Такие же Красные Яркие Гранат У нас Общепринято Считали В России И в Советском Союзе Что это Какой-то Некрасивый Бурый Камень Который Стоит Недорого Я думаю Что я Уже Перевернул Ваше мнение Об этом Камне Вот Такой Цвет У нас Есть Не Много Не ведрами Да Но Есть И Несколько Штук Всегда Найти Мы Сможем Поэтому Пишите Пожалуйста В Ватсап В этом 9 Карат Есть И 20 Карат И 3 Карата Есть 5 Карат То есть Размеры И форма Гранки Бывают Разные Можем Гранить На Заказ Поэтому Пишите В Ватсап Номер 20 Очень Модный Цвет Вы Много Покупаете Много Заказываете Это Лавандовый Шпинель Опять же Огранка У него Ровная Мы Проверяли Несколько Раз Но Вот Выглядит На Видео Не Очень Ровно Обман Зрением Мне Кстати Интересно Почему Именно Эта Форма Огранки Всегда Выглядит Несимметрично 3 Карата Отличный Вариант Мы Делали Мужские Песни С Таким Камнем Смотрится Очень Брутально Несмотря На Ну Как Я Так Думаю Сделать Именно С Лавандовый Шпинель Лепестенек Особенно Хорошо Он Выглядит На Фоне Серебра Или Золото С темным Покрытием У Нас Ну В Месяц 3-4 Штучки Таких Проскакивает Такого Цвета Поэтому Пишите Найдем Этот Мне кажется Уже Продан Но Спросите На Всякий Случай Я По Базе Посмотрю У У Меня В Он Такой Лавандовый Лавандовый С Уходом Больше В Розовый Плюс Там Еще Вы Видите Золотые Нити Рутила Включены То Довольно Интересное Сочетание 4 Карата То Подходящий Размер Стоит Недорого Совсем На данный Момент Он Не Продан Поэтому Пишите В Вот Вот Такой Цвет Найти Под Заказ Быстро Я Не Смогу То Он Действительно Редкий Я Наверное Даже Вижу Впервые Я Думаю Обычно Лавандовый Он Как-то Выглядит Поскромнее Цвет Без Вот Этих Розовых Оттенков То 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 Розовым Не Назовешь Шпине Но И Лавандовым Тоже Это Что-то Такой Переходящий Цвет Номер 22 Специально Включил Этот Камень В Сегодняшний Выпуск Это Яркий Пример Когда Большое Количество Крупных Включений Камень Делает Интереснее И Привлекательнее Смотрите Там Целая Вселенная Внутри И Опять же Включение Отражает Хорошо Очень Свет Да Поэтому Они Добавляют Камни Игры Какого-то Интереса Загадочности И Индивидуальности Вот Именно Поэтому Я Люблю Камни Со Включениями Вот Такая Шпинель Турмалин Параиба Оранжевые Гранаты Из Танзании Которые Мы С вами Вместе Наблюдаем Их Судьбу Да Вот Это Все Конечно Очень Интересно Шпинель Махенги Тоже Много Включений Содержит И Они Делают И Красивее Интереснее Благороднее Эти Камни Включения Да Вот Такой Камень Только Один И Найти Под Заказ Быстрее Я Не Смогу Насколько Я Знаю Он Пока У Нас Не Продан Пишите Пожалуйста В Ватсап Ну И Последний На Сегодня Камень Вы Помните Мою Поездку За Полихромными Гранатами Там Дедуль Такой Был Приятный Да Вот Он Передает Всем Привет Это Очередной Шедевр От Дедушки Вот Такого Размера Цвета Частоты Добываем Немного Ну Где-то Четыре В месяц Три Четыре В месяц Попадают Таких Его Он Довольно Интересен И Если Вам Нравятся Такие Цвета Палитры Пишите Ватсап Вот В данный Момент Он Не Продан Свободен Насколько Я знаю Ситуация Опять же Пока Мы Видео Монтируем Пока Выкладываем Ситуация Может Быстро Меняться Покупателей Заказов У нас Очень Очень Много Всем Всего Хорошего Не болейте Берегите Себя Родных Проводите Больше Времени Семьей Наши Тяжелые Опасные Ковидные Времена До Связи Продолжение следует